Всем привет! Сегодня у нас в гостях Герман Марков. Это наш известный классный астрофотограф. И сегодня мы исследуем его сумку. Кто будет открывать эту сумку? Изначально, наверное, надо штатив снять. Обычно его так надеваю, мне его некуда так пихать. Как я понимаю, это не твой основной штатив. У меня всего лишь один штатив, и вторая это уже монтировка. Такой легкий штатив, удобный, носить везде можно. Не самый крепкий, но зато легкий и не самый дорогой. Скажи, пожалуйста, самые главные требования к штативам для тебя? Ну, все-таки, наверное, прочность и легкость. Прочность и легкость. То есть он для своей массы он довольно-таки прочный. А его не уносит ветром? Ну, если сильный ветер, крючка сейчас нет, но он где-то у меня там лежит, его можно нацепить, подвесить что-то тяжелое. Но ни разу такого не было. Не было, да? Хорошо, давай дальше. Дальше, ну, например, дополнительный отдел сразу бонус, это астрокамера, которая была в предыдущих сериях. Ее, конечно, постоянно не ношу с собой, но принес, чтобы показать, как выглядит она. Ага, астрокамера черно-белая астрокамера, которая позволяет делать очень красивые фотографии галактик. Ну, вообще, вот этим боковым отделом я пользуюсь редко, только если где-нибудь в полях, либо пешком куда-то иду, потому что отдел довольно-таки опасный, могут спокойно вытащить. Поэтому... То есть он отдельно прямо, да? Да, да, там никак не соединяется. Да, он зато мягкий, конечно, с другой стороны. Могли бы всю сумку мягкую сделать. А так она без наполнителя, да, получается? Она, по-моему, мягкая с наполнителем. Вот здесь, по-моему, нет. Вот здесь нет. То есть вот по этой полосе. А ты выбирал сумку вот по каким, опять же, параметрам? Ну, я хотел себе с наполнителем, но это еще до кризиса было. Но оказалось, что она тогда недешево стоила с наполнителем. В итоге я выбрал такую среднюю сумку. И она у меня, в том числе, повседневная сумка. Я ее каждый день ношу куда-нибудь хожу. В основном без фотоаппарата, понятно, без всего оборудования этого. Ну, это прямо как рюкзак. Да, да, рюкзак. Он такой довольно-таки удобный. Удобно доставать. Уже износился чуть-чуть, замки уже барахлят. Ну, немножечко не по порядку, если то тут у меня еще лежит экстендер двукратный. Так, экстендер двукратный. Не оригинальный, но качество, в принципе, для своей цены хорошее. Так, что он делает? Два раза увеличивает фокусное расстояние объектива. При этом падает его светосила в четыре раза. То есть диафрагменное число в два раза падает, при этом сама светосила в четыре раза. Так, это получается, что если мы возьмем объектив, например, сколько? 300 мм. Да, длиннофокус на объективы только сюда можно ставить. Экстендер ставится между объективом и фотоаппаратом. Я, в принципе, даже это могу продемонстрировать. Чуть попозже продемонстрирую это тогда. Да, да, да. Сюда прикручивается фотоаппарат, то есть это обычный переходник, обычный байонет. А сюда уже ставится объектив с этой стороны. То есть если у нас 300 мм, тогда это будет на 600. Но если у нас, например, светосила 3,5, то тогда будет 7. Отлично. То есть это в четыре раза темнее, хотя число в два раза больше. Да, давай. Далее. Мне нравится вот этот объектив. Он относительно недорогой, но очень качественный. Широкоугольный объектив 14 мм. Я его не так давно купил. 14 мм на 2,8 мм. Да, он на открытой диафрагме. Он... Роккинон. Я даже, честно говоря, не такую... Роккинон, это, по-моему, старое название фирмы Самьян. А, ну да. Вот этой... Через некоторое время они в итоге назвали Самьян, но некоторое время вот такие вот объективы пускали. То есть он такой... Я его БУ убрал, он немножечко старый. Тем не менее, качество у него очень хорошее. Недавно его повредил, но уже починил. Только осталось это... Повредил, упал? Угу. Я даже не знаю. У него просто перекосило. Он согнулся. У него один край стал сильно вне фокуса уходить. Угу. Его наполовину разобрал, нашел в чем дело. Там пластиковая вставка, она согнулась. Угу. Там пошевел, пошел, чук, вставил. И собрал обратно уже более-менее. Только фокус надо доредактировать еще. Он там не по шкале. Угу. Давай. Но на бесконечность фокусируется. Так, опять не по порядку вспышка. Ну, такая простенькая вспышка, аналог 580-й. Вспышка для астрофотографов? Это я... Больше не для астрофотографий. Я же кроме... Кроме фотографий, обычной фотографией в том числе увлекаюсь. Угу. Конечно, ну, так, именно обычной фотографией иногда могу много-много снимать, там, чуть ли не ежедневно, а потом, там, чуть ли не на полгода вообще как-то это... Откладывается, астрофотографии поглощает и не хватает ни времени, ни денег на обычную фотографию. Так, что-то там еще есть. Ну, это подставка для вспышки. Очень полезная вещь, если есть синхронизаторы. Да, синхронизаторов нет, но у нее есть светоловушка. Да. Так, дальше. Вот самое интересное, фотоаппарат. Ну, он с объективом, тут сразу 135 миллиметров. Угу. Ну, в том числе, когда в фотошколе я обучался, он был у меня уже тогда, примерно как раз тогда и появился. Я тогда на нем учился работать. Диафрагма у него 2.0, то есть это светосильный объектив, очень качественный. 135, да? Да. У Canon вот есть серия объективов L-класс с красной полоской. Вот он как раз вот этого класса. Правда, в последнее время задумываюсь на тот же сам Ян поменять, не поменять ли. Или на объектив. Да. Но он без автофокуса. То есть это почти тот же самый объектив, но без автофокуса. но с другой стороны у качественный. То есть это конкретно под астрофотографией будет. Вот. Вот. Ну, если вот этот заменю на сам Ян. Угу. Ну, интересно. Рыльку у нас с ним делать. Ну вот. Покажу, как работает вот этот эксцентр, как он вставляется. Да, давай. Это интересно. Дайте эту ногу. А я. Не спи. Или? Я вот так сначала ослабляю, а потом… Ага, да. Ну, я тоже так делаю. Еще обычно подбородком придерживаю, чтобы не улетело. Так вот тугора в другую сторону. То есть сейчас у нас стало с тобой не… 270 миллиметров сейчас. 270 миллиметров. Вот так вот. Два паса руками, и у вас уже совершенно другой объектив. Да. Правда, с дыркой 4.0. Ну, знаешь, это неплохо. Обычно объективы бывают. Да, да. С дыркой 4.0. Для ночной фотохода какой-нибудь это немножечко маловато. Тем не менее, 125 миллиметров это тоже мало очень. Ну, близко не подойдешь. Да. Поэтому в планах у меня взять 150-600, но пока сигмовский. Но я пока не знаю, когда это будет. У меня на автороборудование уже планы. Многое планы. Зимой хочу в Австрию съездить, покататься. Ну, конечно, да. На сноуборде? Да, да. Круто. Так. Основное дело, ну, самый стандартный, дешевый полтинник. Притом даже не оригинальный. Но тем не менее, качество меня его вполне устраивает. Я 1,8. Слушай, ну, я бы сказала, что он выглядит... Он получше, чем оригинал. Ну, он похож. Он очень похож, но получше. Во-первых, у него прорезиненное вот это колесо. У оригинала оно пластиковое, скользкое, сложно им работать. Это раз. А два, у него количество диафрагм, лепестков диафрагм то ли 6, то ли 7, что забыл. А у оригинала 5 всего лишь. Поэтому, как бы, некоторые считают, что он лучше. Но, с другой стороны... Сейчас расскажу. С другой стороны, у них, по-моему, разброс по качеству сильнее. То есть, можно попасть на плохой объектив. Я его купил за 4,5 тысячи. Оригинальный 6 тысяч стоит. А это сейчас? Да, сейчас. Его можно взять в Aliexpress, но есть риск, конечно, что отправит плохой объектив. А у нас в магазинах и не продают? А его продают, но он подороже будет стоить. То есть, 4,5 тысячи. Оригинальный, наверное, не 6, а подороже. Подороже он сейчас, по-моему, идет. Так, ну, из основного отдела, наверное, все. Ну, только что планшет. Это такое. Ну, конечно. Да, ну, некоторые выроснутся от этого. Ну, зато видно, что он у тебя такой, знаешь... Уже давно работает, да. Да, да, да. Вот, кстати, с него я управляю съемкой на своем телескопе. О, покажу, как это выглядит. Ну, если только скриншоты могу показать, вот эта программа управления, там снимок уже видно. Ага. То есть, ты снимаешь, и у тебя сразу все видно. Да, да. Этот график показывает ошибки введения. То есть, вот я вот рассказывал про гидирование, телескоп-гид, который сидит за звездой и смотрит, куда она уходит. Да, да, да. И вот этот уход звезды показан на графике. То есть, в основном вот все нормально-нормально, вот здесь небольшой подъем. А вот этот скачок, ну, это для того, чтобы шум лучше усреднялся при сложении многих снимков. Я, кстати, да, рассказал про сложение. Ну, это еще отдельная тема большая. Ну, я думаю, что да, это... Угу. Так, что дальше? Так, ну, с основного отдела все. Тополнительный. Тополнительный. Смотри, какой у нас получился этот пульт. Угу. Пульт, с помощью которого я делаю, ставлю выдержки на фотоаппарате, там, длинные, например. Ну, либо таймлаб снимаю. Это программируемый пульт. Он беспроводной, но беспроводной режим мне у него не понравился. Поэтому я пользуюсь им как проводным. Ну, пульт, как я понимаю, очень, очень попрощает, да? Ну, помогает съемке. То есть, он, во-первых, ты не касаешься фотоаппарата. Ну, правда, его все равно, когда вешаешь, это тоже тряска. Поэтому желательно подвесить сначала его и зажать вот так вот кнопку и нажать, и потом отходить там 2 секунды, в принципе, спуска достаточно. Можно же его, наверное, скотчем примотать, нет? Да, можно в том числе и скотчем примотать куда угодно и на нем нажимать. Угу. Так, что еще в твоих кармашках? Ну, это очень важная вещь астрофотографа, изолента. Да? Изолента? Да. Это просто обычная изолента, а только черная? Да. Ну, в принципе, можно синюю, но без разницы какая тут. В некоторых случаях все-таки черная лучше будет, если это где-то в оптических частях надо, чтобы меньше отражения было. Зачем она? Да. Мало ли что. Очень много чего может случиться. Провод там что-нибудь, где-нибудь отойти, там поломаться, перемотать его. Для таких быстрых ремонтов, быстрых решений, прикреплений, там провода висят, примотать к чему-нибудь, потом срезать, если не нужно в итоге так. Ну, вещь довольно-таки нужна, это в том числе даже повседневной жизни иногда может понадобиться. Ну, это да. Да. Далее, вот тут, ну, аккумулятор дополнительный, китайский, я им почти не пользуюсь, хочу как-нибудь получше взять. Это в камере? Да. Мы чуть-чуть переменили расположение камеры, которая у нас снимает все это богатство, поэтому продолжаем дальше смотреть, что же в карманцах. у замечательного фотографа, астрофотографа Германа Маркова. Что же у него там есть еще интересного? Вот мы, например, нашли изоленту, которая оказывается… Это самая нужная вещь. Самая нужная вещь для астрофотографии. Не всегда нужна, но когда нужна, она… Она бесценна. Она бесценна, да. Знаешь, когда? Ну, там флешки всякие разные лежат. Ну, как я понимаю, это карта памяти на 16 гигабайт. Да. Свежскоростная. Свежскоростная. Ну, взял себе получше карты. И это просто флешка, да? Да, компьютерная. 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 Когда покупал себе фотоаппарат зеркальный, я следил за ценой, она вроде в Москве, в Петербурге, она падает, падает, но в Сибирске висит, висит. Думаю, блин. В один момент даже мне показалось, что было бы дешевле слетать в Москву, там купить фотоаппарат, может какой-нибудь объектив даже, и вернуться обратно. Да, да, да. Если много сильно покупать оборудование, это в итоге дешевле получается именно самому слетать в Москву. Думаю, многим понравятся вот эти вот вещи. Ого, фонарики. Это один фонарик, довольно-таки мощный, то есть даже пересвет будет на видео. Сейчас мы испортим картинку нашему видеографу. Вообще, это видео, ой, велофонарь, и я его для фотохода в том числе использовал. Если прямо здесь руку разместить, то чувствуется, как он греет. О, это мне нужно сейчас как раз, а то у нас что-то холодное в квартире немножечко. Слушай, но он дает хорошее пятно света. А там один светодиод стоит, поэтому он не сбоку, но здесь не синий горит этот. Вон еще синий кнопочка, смотри, какая красота. При нажатии он переключается, а при задержании на полсекунды он выключается. Все, ага. Так, мы сюда, да, еще можем? В том числе троцеробоскопический свет может давать, но если его зажать по сине, неприятно очень. А это не фонарики, это два лазера. Этот лазер у меня уже давно, я в свое время яйца им подсвечивал. У меня, выпускники меня поняли. Ну, зеленый фонарь, лазер. Ой, слушай, как он круто светит. Да, это 100 мВт лазер. А ее можно на руку светить? На руку можно, ничего страшного не будет, не греет ничего. Если не на родинку, на родинку можно же обжечь. Как ты используешь лазеры? Расскажи. Лазеры в основном я использую, ну, это либо как в развлекательных целях, либо вот есть такой тип съемки, фризлайт называется. То есть, с помощью лазеров можно писать, рисовать что-то. Еще одно использование, но это не для съемки, это для просто визуальных просмотров. Например, хочет кто-нибудь узнать, где находится туман из Андромеды, но не знает, где она находится. Пальцем показывает, вон туда смотри, туда смотри. А ты лазером? Не вариант. Лазер, да, он очень хорошо видно на пыли, которая в атмосферу, такой луч, упирающийся в небо. И вот этим лучом, как указкой, показываешь, где что находится. А у тебя пилоты вот то, что летают? Ну, пилоты же не ежесекундно летают друг за другом. Да, на самолет направлять я его не направляю, конечно. Ну, естественно. Я один раз зад автомобиля направил, конечно. Потом я понял, что это зря сделал. Попал бы по зеркалу, мог бы ему прямо в глаза. Ну, больше не светил. Такие опасные вещи. Потом подумал, что я зря это сделал и больше не светил. И вообще я стараюсь в сторону людей не светить. Ну, если только руки, тело, голову стараюсь не светить. Угу. Так. Ну, самое интересное уже закончилось. Ну, тут уже переходничок для планшета, USB. А это тоже интересно. Это что, проводочки? Ну, да. Для общей картины. Потому что, если взять, например, мы смотрели сумку Антона У Митцына, у него там, по-моему, проводочков было штук 50. Для всего. Для всего, да. Есть всякие батарейки. Да, батарейки. Для вспышки. Да, да. Ну, это для пульта одного мало. Одна лежит. Ага. Ты именно батарейками пользуешься? Аккумуляторами? А это запасные. Аккумуляторы там. Аккумуляторы. Аккумуляторы. А это на всякий случай, да. Вдруг разрядится. Ну, да. Это же всегда. В том числе, в крайнем случае, если понадобится для мышки, я достану отсюда. Угу. Так. Запасной вариант прямо НЗ. Угу. И изначально я тоже сначала, вот я вспышку покупал, у меня денег прям притык было. У меня там съемку попросили сделать. И съемка с 16 до 23, 23, понятно, там вообще ничего не видно. Там одна такая тусклая, тусклая, и лампочка висела. Ну, как обычно. Да. И куча народу. Ну, в итоге я себе побыстрее купил вспышку. На аккумуляторы денег не хватило. Сначала батарейками пользовался. Ну, сейчас купил там помощнее. Угу. Вспышка мне, кстати, нравится. Ночью можно поставить тромбоскопический свет. И попросить кого-нибудь пробежать спереди. И получится таких несколько человек. Да, да, да. Ну, да, это интересный эффект очень. Прозрачный при том. Надо, слушай, попробовать. Можно что-то типа такого, вот, с тромбоскопички свет, и получится так чух-чух-чух-чух. Руки. Блин, надо из такой сделать, короче, замутить такую съемку. Ну, а что? Я не стесняюсь признаваться в том, что я что-то не делаю. Что-то все равно от кого-то узнаешь. Конечно. Я и галактики не снимала. Галактики можно со штатива вот с такой штуки, конечно, снять. Ну, не очень красиво будет. Может быть, даже у меня есть примеры здесь. Но не факт. О, есть примеры съемки в городе Галактик. Ну, вот я сейчас зум сделаю. Это без экстендера. Вот сама Галактика. Что-то там прямо у Галактики. Мутное пятно, но хорошо заметное. Сейчас разверну и покажу. А можно даже сравнение сделать. Она тут недалеко будет. У меня эта же Галактика есть снятая вот на вот этот фотоаппарат. Именно на зеркальный фотоаппарат. Она вот очень яркая. Это называется, если вы хотите почувствовать свою некрутость, это как раз вот то чувство. Блин, круто. Очень. Скажите, да, какое красотища. Давай дальше. Последний отдел, наверное, ну, тут так. Это уже больше медикаменты всякие у меня тут. Мало ли, что в пути понадобится. Там ватки. Аптечка. Аптечка, да, такая. И вот, кстати, это тоже очень правильное решение, потому что и палочки, и расческа тоже у меня тоже. И всякие там, и зеленки, и прочее. Слушай, да? На сноуборде катаюсь. Я в последнее время с рюкзаком начал кататься. Ну, а там йод, всякие вещи эти могут понадобиться. Мало ли повредишься где-нибудь. Не, ну это да. Потому что на самом деле и обезболивающие, например. Да, да. Обезболивающие бывает приглаждаются, потому что даже не тебе, если я там на съемке. Да, да. Поэтому хорошая идея. То есть я у тебя вытаскиваю изоленту, я считаю. Скажи, да? Изоленты – это хорошая вещь. И на самом деле все медикаменты, они в пакетиках. Я думаю, что даже если что, они у тебя не прольются. Зеленка тут, по-моему, немножечко пролилась, но в пакетике. Ну, это как раз, да, и обезболивающие. Это там он. Ну, это мазь. Я, правда, его не пробовал как обезболивающий. Недавно только купили. Сегодня на этом все. Очень интересная сумка оказалась у Германа. Спасибо тебе огромное, дорогой друг. Потому что действительно полезные вещи, до которых даже сразу и не дойдешь. Поэтому купите себе изоленту, она вам пригодится. И обезболивающие всякие тоже стоит иметь. Потому что даже если у вас не болит голова, то мало ли что окажется рядом с вами или у кого заболит голова. А вы ему такой раз и обезболивающие. Круто же, правда? Ну, лучше, чтобы такого не было. Все, мы на этом сегодня заканчиваем. Спасибо большое, Герман. Я надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Поэтому подписывайтесь на мой канал и ставьте, конечно, лайк. Впереди много всего интересного. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok